Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие. Девятое в учебном году, в 2023-2024. И все последние занятия у нас были посвящены вопросу о материалистическом истолковании диалектики Гегеля. И по мере того, как мы углублялись в эту проблему, вставала необходимость по-другому на это посмотреть. Потому что на самом деле книга написана так, что можно, наверное, ее толковать идеалистически. Но это очень сложно, потому что вот как вы будете толковать учение о бытии, объективную логику. Объективная логика – это что? Ну никак сюда ни Бог, ни Дух Святой под понятие объективной логики подходить не может. Вот. И вот наша попытка в этом добраться, в том числе уже определенное утверждение, что вот объективная логика первого и два тома, они не требуют никакого материалистического пересмотра. Потому что там ничего идеалистического нет. Ну, если взять за рамками уже основного текста, там, где какие-то примечания, ссылки на какую-то литературу, это другое дело. Но в основном тексте, там, где идет изложение, движение категорий, там все вполне материалистически. И ни одного примера, ни одного примера того, что там не материалистический, а идеалистический взгляд, мы не находим. Вот в такой толстой книге. Вот в такой толстой книге. Более того, поскольку мы пристально следили за текстом и смотрели за тем, чтобы не было тут, как сказать, и не проскакивал идеализм Гегеля, то мы скоро увидели, что идеализм Гегеля-то не просматривают. А идеализм тех, кто его издавал, рассматривается. А кто его издавали? Вот эти вот товарищи, к которым я относился с уважением до последнего времени, скажем, до прошлого занятия. Это вот товарищ Столпнир, который осуществил перевод. Если он осуществил перевод, то с него и спрос, прежде всего. Что он перевел одну из категорий учения о сущности, заведомо материалистическую, перевел ее в идеалистическую. Ну и вот под редакцией Митина есть такой философ, вот эти все вот такие философы, за советское время было их очень много, которые ничего такого марксистского и коммунистического не внесли. Очень много. Ну вот они сидели, что-то писали. Наверное, за это получали какие-то деньги под редакцией М.Е. Митина. Вот. А другие товарищи, я себя не исключаю из этих товарищей, относились к уважениям к ним, думали, что люди работали, думали, изучали, сериали и так далее. Ну, как выяснилось, поскольку мы такую фронтальную проверку проводили, и, так сказать, мы искали с вами, настырно искали идеализм, правильно? И это такая форма, если мы ищем идеализм и нигде его не находим, значит книга в той части, которую мы прошли, а мы прошли с вами по существу, все три части. Другое дело, что мы теперь на отдельных разделах останавливаемся. Это такая книга, которая позволяет остановиться не раз, не два, а 22 раза на одном каком-то разделе, правильно? И еще после этого ты будешь думать, а правильно ли я это все понял. Ну, я думаю, что с точки зрения самой задачи изложения, материалистического изложения логики, которой никогда не было до Гегеля, никогда. А он прямо взял и начал с объективности. И эту объективность проводят совершенно последовательно. И тут мы вдруг, когда мы занялись ловлей, так сказать, возможных отступлений Гегеля от материализма, тут мы вдруг обнаружили, есть такие отступления в том тексте, который вот у меня в руках. Ну, у нас товарищи уже широко размахнулись, разные книжки читали и разные издания читали. Это отличается, например, от той книжки, по которой я изучал науку логики. То есть это было издание, издательство «Мысль» в трех книжках. Там еще есть одна книжка, красная, большая такая. Ну, там, понятно, то же самое издательство. Там нету этой пресловутой мыслимой вещи. Что из этого следует? Из этого следует, что надо в идеализме обвинять не Гегеля, а его издателей. Ну, кто же, так вот, и переводчик, и Столбнер, и издательство, потому что вот в той заметке, которую я теперь прикладываю к каждой книге, говорится о том, что здесь на каких-то страницах имеется неправильный перевод, неправильное изложение и отступление от материализма по вине граждан Столбнера и Митина. Вот, то есть люди думают, что это вот Гегель-идеалист, а идеалистами оказались те, которые его издавали. И я, так сказать, оказался, несмотря на то, что считаю себя вообще нелегковерным человеком, но тоже, так сказать, вот как-то вот в это дело попал, несмотря на то, что я в той книге, по которой изучал, там я читал, однозначно там говорился о сути дела. Ну, а в чёрной такой книге, которую я приносил, которая издана в Петербурге, издательство науки и логики под редакцией доктора философских наук, профессора Камнева и других, там просто говорится о сути, когда для какой-нибудь сути созданы все условия, она вступает в существование. Сути. Суть очень близка к сущности, но она и есть категория сущности. Суть. Суть – это, так сказать, основное. Суть более глубоко лежит, чем то, что появляется в результате того, что эта суть проявляется. Правда? Вот идёт строительство дома. Но суть уже присутствует. Присутствует в чём? Она присутствует сначала в головах тех, кто имеет замысел соответствующий. И вот эта суть, эта суть дела, но там она присутствует как ещё, так сказать, образ этой сути. И когда вот образ этой сути созрел, и он выписан в виде многочисленных архитектурных документов, скажем, представьте себе архитектурные документы на строительство Зимнего дворца, или архитектурные документы на строительство Смольного собора, или Исаакиевского собора, там уже вот это присутствует. Вот, я думаю, мы находимся в таком помещении, которое сначала тоже присутствовало в кипе документов. Так? И уже когда оно присутствовало в кипе документов, это было движение к сусе. И, наконец, а суть состояла в том, чтобы иметь этот дворец. Суть дворца не в бумагах по поводу того, как его будут строить, а в том, что получится в результате этого строительства, в результате того, что намётки, мысли, соображения могут прийти в эту голову. И поэтому суть, если речь идёт о творении человеческом, а если это творение природное, то суть там не проявляется ни в каких бумагах и ни в каких документах, а она сразу проявляется непосредственно в материальной форме. А здесь материальная форма складывается. И вот когда для этой самой материальной формы что нужно? Какие материальные условия с этой сути? Материальной формы такой сути, как какой-либо дворец, требуется что? Требуется наличие рабочих. Раз. Требуется наличие материала. Два. Два. Дальше требуется наличие соответствующих механизмов, самых хотя бы простых. Я думаю, всем понятно, что когда вы видите колонну Исаакинского собора, то сколько рабочих не собирай и сколько не говори, эй, ухнем, не поставишь эту колонну. Точно так же, как не поставишь колонну, которая стоит на Дворцовой площади. Это для того, чтобы она могла стоять, значит, надо, чтобы были те механизмы, которые позволяют это сделать. Вот они и составляют, что суть этой операции. Суть этой операции по подъему, она вот в этих механизмах. Или бы их не хватает, тогда нет еще условий, для того, чтобы суть реализовалась. Чтобы она вступила в существование. Потому что она вступить в существование может только, когда есть все условия. Нет этих условий, она не вступает. Нет соответствующих подъемных механизмов, которые связаны с огромными канатами, и с переходами этих канатов, и с движением этих канатов и так далее. Ну и никак невозможно было поставить Исаакиевский собор. Ну и понятное дело, что наличие котлована, в который укладывается фундамент для таких вещей, это тоже, наличие котлована входит в суть дела. Входит. Потому что, причем все начинается, ну, котлован, правда, не так вот, ни с того, ни с сего появляется. Но то, что суть дела сначала проявляется в этих условиях материальных, то есть наличие проекта, котлована, наличие рабочих, наличие мастеров, наличие инженеров обязательно, наличие архитектов, и наличие всех документов, которые тоже являются как таковыми материальными объектами, хотя содержание их уже состоит в том, чтобы связать вот все материальные объекты в единое материальное целое. Вот когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает, для какой-нибудь сути созданы все условия, она вступает в существование. Вот, собственно, к какому выводу надо прийти, и, значит, вот какая-то существует практика такая в России, все время говорят об идеализме Гегеля, о его материалистическом истолковании. Ну, когда надо истолковывать, давайте истолковывать. Надо сначала увидеть, что у него материалистический, а что он не материалистический сформулирован. Поскольку это учение о бытии, может ли учение о бытии что-нибудь не материалистическое? Ну, кроме того, что там есть, конечно, вот в этом учении буквы и тексты, которые излагает это учение. Но само по себе учение-то оно к чему сводится? Что, сказать, все вот эти категории, с какой категории начинается все? С бытия. Как в работах классиков, марксизма, ленинизма, формулируется основной вопрос философии? Что первичное, что вторичное. Бытие или сознание? Какую роль выполняет вот это слово «бытие»? То же самое, которое выполняет роль материи. Можете сказать, материя первична, сознание вторична, а можете сказать, бытие первична, сознание вторичное. Берем племическую работу Ленина, в которой он специально разбирает этот вопрос, философскую. Материализм и перекритицизм. Ну, там Ленин чаще пишет не материя, а сознание, а бытие. Бытие и сознание, бытие и сознание. Но мысль он не относит к бытию. Мысль не относит. Только о мысли не идет речь, вот, скажем, вот здесь, в первых двух книгах. Вот вся эта вот толстая книга, в целом, это объективная логика. Если она объективная логика, только она не субъективная логика. Если бы мы нашли у Гегера непоследовательность, написано объективное, а на самом деле субъективное, тогда это был бы обман читателя, и это было бы отступление от научных канонов. Если уж вы пишете объективной логикой и подсвечаете ему целый том, то сначала идет учение о бытии, а потом что происходит? Взлетает наверх мысль, которую проводит автор. Или, наоборот, опускается в глубины. Опускается в глубины, потому что что такое сущность? Сущность – это более глубоко понятое бытие. Более глубоко, чем только бытие. То есть происходит… Вот мы этой темой занимались и продолжаем заниматься. Когда мы приходим к субу, начинаем разбирать учение о сущности, то мы отрицаем бытие. Но мы его отрицаем с какой позиции? С позиции, с той, что мы поднимаемся наверх к сознанию, или мы углубляемся в эту самую толщу бытия. Вот мы углубляемся в эту толщу бытия, и куда мы идем? К сущности, к сущности, самой сущности. И не случайно, сущность и суть – однокоренные слова. Суть на подходе к этой. Учение о сущности, говорится о сути. Она окружена со всех сторон сущностью. Ее не поставишь ни раньше, ни позже. Она стоит в таком месте, где вообще говорится о сущности. О сущности – это отрицание. Вот должен честно признаться, что я при подготовке к данному занятию многократно перечитал начало все учения о сущности, поскольку тут вот начало очень сложное, потому что вдруг только что вот так было все хорошо, было бытие, учение о бытии, и мы двигались так хорошо. У нас было качество, количество, и вот мера. А мера – это то, что проходит. И проходит, так сказать, и имеет такие скачки. И эти скачки называются узловая, вот эта вот линия со скачками называется узловая линия отношений меры. И это прямо просится уже в то, чтобы изобразить всю человеческую историю, как вот такую узловую линию отношения меры, когда идет развитие производительных сил. Тут вот уже, как не Гегель, а тут подсоветился Энгельс и Марк, больше даже Энгельс, который связал это с развитием производства. А развитие производительных сил может быть сначала такое, которое не позволяет вообще в одиночку производить. Погибают те, кто в одиночку пытается сохраниться. Поэтому с этим связан по необходимости первобытно общинный коммунизм. по необходимости. Но когда уже развились производительные силы, а что там может быть? Каменные топоры, каменные ножи или другие инструменты. Лук, стрелы. Потом лук, стрелы, потом обладели огнем. Потом, если вы обладели огнем, то, значит, может начать легкоплавки какие-то металлы появляются типа бронзы. А бронза это что такое? Это олово с медью, да? Да, сплав. А? Сплав. Сплав. Вот. А пока к железу не могли подступиться, пока не выяснилось, что если у вас ни о какой добыче, конечно, каменного угля тогда не могла идти речь сначала, а вот древесный уголь был. И вот как показывает опыт многих племен, если этот древесный уголь оставить, то есть затушить и оставить, то потом вы, когда его снова как бы зажгете, то там температура не такая, как обычная температура горения. Ну, горение там сколько? 70 градусов, наверное, да? Больше? А? 200? За 400. Это что? За 400. пламени. Дрова, если мы кладем. Там 200, да? Но это недостаточно для того, чтобы вы могли плавить металл. А ту температуру, которую вы получаете, если вы заложите туда тревесный уголь, это позволяет получать уже изделия из металла. Остается сделать форму и заливать. А потом обтачивать, в том числе с помощью камня или камень, и делать уже оружие или орудие. Орудие и оружие. Оружие для того, чтобы защищать свою свою общину и орудие для того, чтобы получать больше материальных благ и стремиться к тому, чтобы один человек мог произвести больше, чем на одного, а на двух, на трех и так далее. И когда это делали, никто не задумывался о том, что это вот великое достижение, что один человек может произвести тем самым продуктов больше, чем необходимо для существования двух-трех человек, означает, что становится возможным рабовладение. До этого раб бесполезен, так сказать. Зачем он, этот раб, нужен? Значит, два варианта были. А. Убить, потому что он враг. Мы с ним воевали, мы его победили. Убить, потому что кормить мы его не будем, потому что мы умрем. А убить надо его, потому что он вот тяжелый, такая тяжелая ноша, он совершенно не нужен. А вот если он будет создавать продукты на двух-трех человек, то, значит, возьмите, двух рабов будет там на четырех-шесть человек, и, значит, он уже появляется возможность. А. Освободиться частично от этого материального производительного труда, поручить это рабам, а самим стать охранниками, охранять господами этого раба, рабовладельцами. Ну и такой необходимости обязательно вообще не находиться, уже нет, появляется возможность возникновения частной собственности. Вот, наверное, эти процессы имеются в виду, когда, или даже если они не имеются в виду, то мы вот эти процессы изучая и рассматривая, как раз здесь уместно употребить, что когда для какого-нибудь сути дела, вот там, суть дела состоит в том, чтобы одни работают, а другие господами становятся. Есть рабовладельцы, а есть рабы. Так вот, для какой-нибудь сути дела, когда созданы все условия, она вступает, существует. Никакого не могло быть рабовладения, вот как говорится, 90 тысяч лет был коммунизм, теперь мы опять в него стремимся, но не первобытно, общинные уже, мы стремимся другой коммунизм, который основан на богатстве. И богатства у нас действительно большие, но никак вот не получается их распределить более-менее равномерно, то есть такой строй, который у нас был в Советском Союзе, который эту задачу решал, он у нас под ударами тех, которые сами хотели бы больше получать, а другие пусть на них работают, и это мы такую картину наблюдаем. Наблюдаем и видели ее в достаточно широком что борьба с этим была очень сильной и на первом вот таком что первое государство, которое являлось социалистическим государством и первое общество, которое стало социалистическим обществом, оно через известный период, когда недостаточно уделяли внимания этой борьбе, то есть недостаточно уделяли внимания вот этой сути. А суть коммунизма в чем? В том, что он общий. Общий. Коммунизм означает общий. Вот если будет внимание не на общее, а внимание если будет общее, то и дети будут накормлены, обучены, и медицина будет работать, и рабочие будут повышать свою грамотность, и интеллигенция будет не из таких людей, которые западло поехать помочь убрать картошку, поскольку пока еще и интеллигенция не обеспечила таких машин, не изобрела такие машины, которые позволяли бы обойтись без этого. И так далее. То есть чтобы вот эта суть тут присутствовала. А если этой сути нету, то вступает в существование другая суть какая-то, старая, которая была в капиталистический строй. Поэтому вроде бы мы занимаемся вопросами очень абстрактными, которыми философы не занимаются. Вот я был профессором кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета. И кроме меня лекции с применением в науковой логике никто и не читал. То есть отдельные вопросы конечно рассматривались и другими товарищами. Тем более такое было выдающееся дело сделано во главе с товарищем Каменевым, который был у нас профессор и одновременно возглавлял издательство наука Минградское отделение. Но тем не менее то есть это было людей которые на философском факультете изучали бы науку логике было гораздо меньше чем у нас здесь присутствует. Здесь конечно не философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Но тут присутствует больше. Тем более внимание к этому. Как вы видите просмотров сейчас кружка этим вопросом очень много. вопрос о сути это вопрос о том чтобы сложились все условия которые дают новое но новое новый объект не сумму по такому объекту не так что у вас есть трактор то в виде запасных частей все есть весь комплект есть трактора нет вам нужно чтобы все вот эти элементы во первых были во вторых они должны быть собраны в одно и необходимо между прочим иметь еще и горючее и еще одно условие необходимый человек который может этим трактором управлять вот когда это все есть когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия она вступает в существование для какой-нибудь сути любой какой выдел если вы ремонтируете приемник пока вы не найдете какое условие не выполнено или ток не идет или не работает какой-то конденсатор или еще какие-то вещи пока вы не найдете это пока не будет созданы все условия для того чтобы была реализована суть суть не будет реализована вот эту вещь собственно излагает Гегель ну так нормальным языком когда для какой-нибудь сути созданы все условия наступают в существование некоторые люди сгоряча хотят великое какое-то дело построить большое вот берясь так сказать за все хватает а надо последовательно или одновременно или если их вас много или попеременно или в известном порядке создавать 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 эту самую вот спрашивают а когда будет у нас снова социализм когда когда вот мы уже можем ответить когда будут созданы условия все да это что значит у нас партия у нас могучая сейчас пока еще не могучая она между прочим сейчас как партия 30-летняя рабочая партия России и она отвечает основным принципам это партия рабочего класса здесь больше уважения к рабочему классу нет ни в одной партии которая связывает себя со словом коммунизм нет нигде вы не найдете ничего такого подобного даже наши вроде бы бывшие коллеги с которыми мы расстались в 93-м году это РКРП они иногда даже на показуху выдвигают пост президента крановщинства с Кировского завода но это но при этом они делают совершенно неверный шаг то есть вы хотите чтобы президент президент буржуазной страны вам построил коммунизм это то же самое что было с Мильяраном во Франции который французский социалист он вошел в правительство буржуазное Кировский в правительство уходить не надо он везде говорил что надо в думе надо работать там можно агитировать там можно опираться на возможности широко это освещать поскольку думские события всех интересуют для пропаганды это совершенно необходимо если у партии есть такая возможность с точки зрения таких кадровых и финансовых то это очень полезно быть в думе в парламенте и так далее для чего полезно для подготовки революции хотя как мы знаем когда уже подготовка приближалась всех членов государственного дума большевиков отправили в Сибирь это говорило о том что царское правительство призналось что уже подготовлено все они не нужны вот тут действительно все было уже подготовлено и дальше уже остановить было невозможно вот такая картина получается а сказать что у нас вот в этом смысле в смысле партийном все хорошо должна быть могучая и большая партия она у нас влияние партии не маленькое влияние партии как определяется во-первых по числу газет которые раздаются и читаются их раз в два месяца выходит порядка сейчас 57 тысяч да народной правды и нас уже с нами активно ведут работу представители государственной власти пытаясь так сказать найти с одной стороны нельзя ли за что зацепиться а с другой стороны на всякий случай они ссорятся с нами я имею в Росгвардию полицию они с нами они ссорятся у нас были с ними переговоры разговоры даже однажды они взяли поддержать наши газеты да вот им вот передавал товарищ Назаров но мы им сказали мы вам даем во временное хранение это наша газета это наша собственность мы находимся в буржуарном строе у нас все зарегистрировано газета зарегистрирована воспрепятствия законной деятельности журналистов преследуется по закону до двух лет лишения свободы поэтому поэтому вот товарищи спросили мы правильно понимаем что вы взяли так сказать на ответственное хранение ну тогда вот даже вам спасибо потому что мы сюда несли сейчас уже меньше обратно нести ну пусть полежат у вас они полежали до понедельника и в понедельник товарищи пришли забрали и все в порядке и так же и в других местах например товарищ кошкина устроила долго добивалась встречи с руководством росгвардии Свердловской они все пытались как-то от этого улицнуть но поскольку нельзя им положено контактировать со средствами массовой информации ну в итоге все-таки встреча состоялась и когда туда кошкина пришла там значит руководство этого росгвардии у него четыре номера газеты разложено они все вычислены ну и кошкина спросила какие-нибудь есть претензии да нет никаких нет претензий ну тогда у нас есть к вам просьбы чтобы вы нас защитили от этих вот то ли бывших бандитов ныне охранников на предприятии которые выскакивают с территории завода хотя вообще и территория завода тоже территория России поэтому вообще газету можно распространять вот такую на всей территории России ну а тут они даже где-то пытаются тормозить это уже там дело рабочих хотят они там читать в обеденных перерывах или нет тем более в обеденных перерывах у них свободное время и никто не вправе мне сказать чем я должен заниматься вот сяду и буду читать трудовой кодекс потом отложу почитаю наукулойки потом Маркса буду читать потом Ленина а потом звонок я должен пойти работать я пошел на станок и работаю и все какие ко мне никаких ну и вот товарищи то же самое из Невиномыска там объяснили около Невиномысского азота там тоже были ретивые люди и Росгвардия объяснила что все тут нормально все хорошо то есть у нас общение с Росгвардией идет из полиции из полиции несмотря на то что она не милиция называется ну что делать так вот переназвали а никаких таких нарушений с их стороны что они кого-нибудь к чему-нибудь привлекли или наказали или помешали или сказали больше не выходите или не подходите нет никаких оснований учитывая что все наши товарищи снабжены удостоверениями в которых есть ссылка на то что воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналистов преследуется по закону до двух лет лишения свободы желающих до двух лет сидеть и читать а газеты мы можем подставлять и туда и в эти организации желающих не находится так что этот вопрос решается недавно ну вы были с одними и с другими но никогда не доходило до какого-то противостояния а вот с теми конторами которые на заводах было дело потому что там разные люди в том числе темные и в том числе возможно из бывших тех группировок которые раньше занимались отжимом собственности а теперь они видите ли охраняют вот такая картина так что на этом большом примере мы можем увидеть что вот эта сама фраза когда для какой-нибудь сути созданы все условия она вступает в существование смысл этой фразы не в том что тут идея а суть это вот когда все собрано для того все имеется для того имеется присутствует для того присутствует присутствие суть присутствует для того чтобы это было вот если все это имеется, то оно вступает в существование. И вам нужно что-то сделать. Вы заметили что-то сделать? Ну, пока вы не соберете все куски элемента этого дела и не превратите их из отдельных кусков, в отношении которых Энгельс очень жестоко высказывался, он говорил, что части лишь у трупа. Если это части, то это не то. А если это те условия, которые становятся и условиям, и содержанием. Они же были условия, а стали содержанием. Следовательно, получилось так, что вместо того, чтобы разгонять такую волну по тем головам, которые не очень знакомы с этим произведением, вроде того, что Гегель, он идеалист. Да, он идеалист. Никто с этим не спорит. Но Гегель, идеалист, написал книгу, две части, которые однозначно материалистические. И это называется том первый, они выделены в отдельный том, написана объективная логика. Это же не кто-то написал. Гегель это написал. То есть он написал объективную логику. Может, он к этому относится отрицательно. Это мы не знаем. Мы знаем, что он написал объективную логику, и вы его не упрекнете в том, чтобы он отошел от объективности. А вот упрекнуть можно вот таких переводчиков, которые свою безграмотность философскую и свою нематериалистичность переносят на Гегеля. И с их легкой руки пошло это. Вот Гегель, вот он, я так сказать, идеалист. Он-то идеалист. Ну, идеалист может написать материалистическую книгу. А что вы тут такого нового нашли? А Маркс и Энгельс что, не были идеалистами? Были. Ну, Гегель вот одну книгу написал, не идеалистическую. Там идеалистические моменты, наверное, можно найти в учении о понятии. Но их там тоже. Мы уже один раз проходили по этим страницам, там тоже их не очень много. Потому что там для материалов еще не было. Там, скажем, не открыт был белок. И не так органическая химия еще не получила соответствующего развития. Поэтому там не хватало в науке обычной, в науке не философской, достаточно материала. Поэтому там есть, ну, когда вы рассматриваете механизм. Ясное дело, если у вас это в голове, у вас там винтики и шурупчики в голове, это плохо. Когда говорит Гегель о механизме в следующих томах, то есть во втором томе. Во втором томе и в третьей книге учения о понятии. А химизм говорит о химизме. То есть он как раз берет вот нарастание сложности в материи. Химизм. А потом говорит организм. Организм. Это уже целостность органическая. А химизм – это целостность химических сродств. Одно дело, вы там видите ржавое болото. На самом деле там, как потом выяснилось, находятся или элементы феррум 2, или элементы феррум 3, или элементы феррум 3, или 4. Это ржавчина. Так. И по существу железо. Вот, так сказать, два вида, два изменений. А если вы вообще возьмете химию, так сказать, возьмете химическое сродство, соединение, там вообще чудеса. Самое распространенное кушание, которое у нас есть наряду с хлебом, это соль. А соль – это что? Натрий, который, если его взять в чистом виде, он горит. воспламеняется сам. А? Соль – это натрий, хлор. Соль – это натрий, хлор. Так я еще не договорил. А вы у вас, мысли ли тело вперед. И хлор, а хлор – я. Его немного надо, чтобы человека не было. Значит, мы закусываем, и у нас есть солонка, там и натрий, и хлор присутствует. В каком? В снятом виде. В виде ионов. В святом виде, снятом. Святом. Они там, в этой соли, а соль здесь, в буквальном смысле, в химическом, как раз, соединение двух элементов. Вот, натрий и хлор. Вот в этом снятом виде, вот это соединение, которое является снятием их отдельного присутствия, она не воспаляется, и, говорит, никого не убивает. Наоборот. Присутствует. Убивает соль. Вас в соль убивает. Согласен. Столько не надо. Согласны, что? Или, если вы, конечно, пачку будете съедать за обедом, то, возможно, она и убьет. Да, даже не пачка. А, вот тогда вы будете, тогда вы будете, как мавзолей для вас можно будет сделать, вы будете соленые и долго-долго будете храниться. То есть, мы сейчас говорим о той книге, в которой написана «Объективная логика». Товарищ Гегель, он нас обманывает, жульничает, или он тут честен и никакой субъективизма тут нет. Нету тут субъективизма. Все наши поиски тщательные, кроме того, что, скажите, это делаю я, как научный руководитель, я могу сослаться и на товарища Золотова Александра Владимировича, который тоже там занимается такими изысканиями. И вот на присутствующие здесь товарища Назарова и на особую работу товарища Мазура в Невиномысске, который является ректором Невиномысского сейчас, ректором негосударственного частного учебного заведения Невиномысский институт экономики, управления и права. Ну вот, с точки зрения тех, кто этим специально занимался, все констатировать, что в томе первом объективной логики нет никакого идеализма. Поэтому его там переворачивать, заворачивать, получать не требуется, надо просто учиться, если эта речь идет о первой книге. А мы и учимся в этом смысле. А вот такого рода рассуждений, если, ну, гегель-идеалист, это своего рода отмазка, чтобы не заниматься сложными вещами. Сложными. И вот эти сложности как раз больше всего проявляют себя не в третьей книге, а они проявляют себя во второй книге «Учение о сущности». Более сложного материала, ну, вот такого, который относился бы к общественным наукам, в этом смысле больше нет. Почему? Потому что мы там имеем дело не с тем, что на поверхности. мы имели дело с тем, что на поверхности в первой части. В учении в учении о бытии. А в учении о сущности мы имеем дело не с отдельным отрицанием какого-то какого-то бытия, а с отрицанием сферы бытия вообще. А какие могут быть отрицания сферы бытия вообще? Либо отрицание этой сферы бытия, и мы его спарили, так, улетели в сферу сознания. Или наоборот, погрузились в самую глубину, в эту самую суть, и не просто в суть, а в сущность того, что мы наблюдаем. Вот учение о сущности, оно потому и трудно воспринимается, потому что других таких книг нет. Может, они есть где-то, какие-то, частично, но они эпоху не сделали, они неизвестны. Нет таких просто работ. Где? Вот так стоит вопрос. Погрузиться надо. И тогда что получается? Вот мы изучали, изучали, изучали бытие, и когда мы заканчиваем учение бытии, мы отрицаем это все. И переходим, отрицание может быть через переход в сферу сознания или наоборот в глубину этого бытия. И вот мы в глубину этого бытия нырнули, и что тут получилось? Тут получились категории, которые являются отрицательными по отношению к бытию. Но ведь у нас везде фигурирует философская литература, есть бытие, есть сознание, есть бытие, есть сознание. А посмотрите, а есть бытие, есть сущность, бытие, есть сущность, а сущность-то тоже есть. Потому что нет такого бытия, у которого бы не было сущностей. Правильно? Или там сущность, может быть, если это разноплановые бытия, в одном бытии намешано много разных сущностей, это когда каша, так сказать, когда это все так или иначе. связано по-другому. То есть, вот там, значит, как может проявить себя объективность? Она проявляет себя через отрицание. Через отрицание чего? Через отрицание объективного положения, бытия? Нет. Не через отрицание бытия, а через отрицание того, что мы увидели в первой части учения о сущности. А в первой части что мы изучили? Мы там изучили качество и количество, качество и количество. Вот это их единение меру. Вот отрицание меры, вот то, что мы имеем в учении о сущности. То есть, негативное, отрицательное природа в сущности состоит в том, чтобы удерживаться, не возвращаясь назад просто к качеству и количеству. Ну, это не качество и количество уже, мы уже глубже пошли. А раз мы глубже пошли, тогда у нас уход в глубину, он называется сначала сущностью, да? А в то же время вы же понимаете, что мы не можем иметь одну категорию без пары. если у вас сущность, мы обнаружили сущность, то к этой категории должна быть вторая категория, которая выполняет роль бытия. Но не бытие, от бытия мы ушли, мы его отрицали, мы находимся в сфере сущности. У нас есть в сфере сущности глубина, это сама сущность и ее соответствующая категория, в том числе суть. И то, что над ней стоит, но не уходит из сферы сущности, не улетает обратно в сферу бытия, не качество и количество. А это вот бытие. У нас меняется местами. У нас было как в первой части? В первой части есть бытие, и мы углубляемся в него. А здесь тут наоборот, сущность, а бытие здесь более... То есть мы к нему теперь приходим к этому бытию от сущности, а не так, что мы от бытия идем к сущности. Эта дорога от бытия к сущности пройдена. Здесь мы не можем второй раз ее начинать. Это означает, что мы попали в ситуацию, когда мы одно и то же, как пластинка заигранная будем играть. Бытие содержит в себе сущность, бытие к качеству количества меры сущность, к качеству количества меры сущность, и так это будет повторение одного и того же. А тут теперь мы наоборот имеем сущность как некая отрицательная, а вид бытия отрицательная по отношению к чему? А по отношению к тому, что является более поверхностной сущности и относится к сфере сущности. Это равенство отрицательного с собой. Раз мы имеем сущность и ее отрицание, отрицание сущности, сущность отрицательной категории, отрицательной, а значит и ее отрицание это положительное. Но какое положительное? Которое является результатом двойного отрицания. Потому что сущность само собой, а тут еще раз ее отрицали. Вот у вас есть вот это самое бытие, которое казалось бы должно быть наверху что-то прочное, а нет наверху видимость. Вот тогда у нас получается так, категория видимости. Но это не видимость, которая порхает, она не улетает туда, в сферу бытия. Она в сфере сущности это видимость. Когда мы говорим по видимости это вот это. Что значит по видимости это? По видимости это пища. Сейчас таких много продуктов продают. И по надписям тоже там по видимости такие вот. Такое написано иногда. Но если съешь не знаю или заболеешь или умрешь. И сущность выполняет роль здесь вот того, что проявляется наверх. Что выходит к бытию. То есть бытие здесь имеет другой вид. Бытие это как равное самому тебе отрицание. Есть двойное отрицание? Вот оно. Равное само себе отрицание. А мы должны иметь дело с сущностью, а не только с ее поверхностью этой сущности. А поверхность сущности такая, что она выступает как такое бытие, но в сфере сущности. Бытие с отрицанием. Как выражается вот это бытие, которое мы считаем бытием? Или обязаны считать бытием? Как отрицание свое собственное отрицание? Сущность себя отрицает в виде этого отрицания? Она присутствует. Два отрицания дают утверждение. Вот у нас утверждается поверхность. А сущность ее нельзя взять без того, чтобы она отрицала. Вот она отрицает. У нас снова пара. Более того, вот некоторые товарищи, которые изучают подходят к этому вопросу, к этим категориям, и их удивляются. Как вот там идут вроде как видимость, сущность, такие какие-то абстрактные категории и видимость. А дальше идут уже не такие абстрактные категории. Дальше идут категории противоречий. А что такое противоречие? А вот противоречие живое. Противоречие содержит в себе и видимость, и сущность. И видимость, и сущность. И вот когда мы берём это противоречие, потом мы начинаем рассматривать всё-таки, значит, вот эти, раз они в единстве, значит, это единство чего? Они же противоположные. Сущность и вот её выражение в виде вот такой видимости, видимое её выражение, это же противоречие. Раз противоречие, значит, в нём есть положенность и противоположность, да? Противоположность. Есть положенное, есть противоположное. И тогда у нас появляется, что одна сторона противоречия, противоположность, и другая сторона, противоположность. Потому что хоть вы вверх возьмёте видимость, Тогда видимость, которая есть видимость сущности, или сущность, которая имеет свою видимость на поверхности. Но и в том и в другом случае вы имеете дело с двумя парами. Уже у вас относятся друг с другом не разные просто понятия, а разные пары, разные противоречия. Два противоречия. Противоречия, которые выражаются как видимость, и противоречия, которые выражаются как сущность. И это противоположность, и это противоположность. Потому что противоречие – это единство противоположностей. Я вам открытие какое-нибудь сделал сейчас? Нет. Кто не знает? Вот это все знают. Что противоречие – это единство противоположностей. Только они не могут понять, где они, эти противоположные. Вот они, эти противоположные видимости, сущность. Единство противоположностей. А раз они в единстве, значит, каждая из этих сторон само содержит в себе то чему она противоречит то есть в видимости есть сущность а у сущность есть видимость и поэтому у вас единство противоположность как бы схлопывается и идет куда куда основания гадцу грунда идет в основании народ у нас знает народ образованный в кружке идет в основании а потом посмотрите вот она идет этого это основание а потом что за этим следует если это дальше внимательно читать а затем следует что потом это основание тоже испытывается на то что такое не может быть там вот в этой книге уже в учении о сущности по одиночке никто не ходит к этому в основании чтобы оно было должно быть условия правильно то есть предпосылки должны быть этого основания поэтому значит мы его тоже рассматриваем что так не может быть что вот есть основание вот тут все двойное основание вот она основание тоже должно быть как проявлением того что является для него для его сущностью и вот в этом случае мы имеем основание ну и основание для прочности еще как вот при строительстве дома или дворца еще подкрепается подкрепляется предпосылками еще говорят а сама то основание что улетает в воздухе нет еще предпосылки надо чтобы быть то есть получается какая-то тройная тут конструкция значит у вас есть основание у вас есть для него предпосылки и есть условия вот у вас что тут получилось и вот тут когда это все у вас получилось когда у вас есть и разрешенное противоречие то она дать сугрунде идет в основании есть основание и есть условия весь предпосылки а когда для какой-нибудь сути созданы все условия она вступает куда существование вот куда то есть эти наши вот друзья с которым мы до почти до до последнего были друзьями столкнеры митинг которые вот так перевели и так выпустили отредактировали и меня вывлекли в этот преступный сговор поскольку я вот тут не проверил они проверил я из-за того что мы так тщательно как мы сейчас это с вами делаем это они разбирали но думаю товарищ так сказать товарищи то пик взяли мы взяли издание 37 года так все серьезные люди все им пользовались она все распространено было по это напечатано в той же типографии подмосковной и и вот такой прокол поэтому это говорит о чем это говорит о том что у товарищей которые чем-то они занимались другим когда они выпускали и сами они в этом деле не разбираются и от всех времен и ведется вот эта молва о том что это вот не материалистическая книга гегель идеалист конечно идеалист ноги я лист может написать книгу материалистическую маркс написал маркса не было я листом а энгельс вот все ваши коммунисты такие товарищ мордовин перевертыши были идеалистами а должны быть у них светлые идеалы а а вместо этого у вас материализм вот вам бы обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития вот вам опять материальное все в развитии еще правда всесторонняя и полная а потом стали урезать когда в чем состояло изменение программы партии если брать не пока ставить в стороне вопрос о том что убрали диктатуру пролетариата а вот перенебрали цель производства социалистического было такое обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества не только мое развитие но и ваше и не только ваше но и вот этого и этого и этого и всех остальных всеобщее развитие для всех и ликвидация социального неравенства а не так что вот дескать ну вы немножко развиваетесь и хорошо и вы немножко развиваетесь только хорошо а вот как чтобы все развивались и чтобы это было законом законом обеспечение полного благосостояния свободного всестороннего развития вот это вычеркнули из программы но те кто к этому времени читал ленина или маркса или энгельса он уже это не мог пропустить потому что тут это не в логике было записаны уже а это было записано с серьезных документов классиков марксизма которые сами себя очистили от идеализма и и встали на материалистические позиции и по существу позволили очиститься коммунистам которые явились последователями маркса и энгельса лень прежде всего и не случайно вот скажем я сначала с каким-то пиететом относился к тому как это сделан этот перевод но насчет того что я почитал все предисловия были к тому изданию пустые бессмысленные и поставил ленинскую работу это последняя философская работа ленина это его если вы говорят о ленинском завещании то есть ли философское завещание то есть а значение воинствующего материализма воинствующий а если мы воинствующий материалисты мы союзниками такими как гегель который по крайней мере вот две книги две книги материалистические написал а третье не вполне последовательно материалистическую так мы такими союзниками разбрасываться не должны между прочим и тот кто повлиял на тот философ который повлиял на маркса и энгельса он тоже не последовательный так перво людвиг верба он так сказать особенно в области общественных отношений поэтому так не так просто вырваться из этих цепких лап идеализма причем для этого нужно было быть таким вот гениальным человеком как гегель и он по этой дороге прошел достаточно далеко достаточно далеко ну а если это делается впервые они вы ничего другого выше науки логики с точки зрения изложения диалектики не поставить правильно не у маркса вы не возьмете ничего вот при применительно к экономике капиталу там вот это да там вполне все сказать построено на диалектической логике и поэтому приложение это кстати доказывает что если диалектическая логика которую освоил карл маркс позволил написать капитан то тогда справедливо то что вам всем хорошо известно и что писал ленин что нельзя вполне понять капитала маркса и особенно его первой главы не поняв они прошу дирова что соответствующих разделов не и всей логике гегеля нельзя вполне понять капитала маркса особенно людей и первой главы не поняв они проштудируют всей логике Гемеля. Поэтому никто из марксистов, никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Вот они марксисты. Мы признаем, что мы марксисты. Вы марксисты, марксисты. Вы марксисты, вы марксисты. Все мы марксисты. Мы все здесь марксисты. О чем спор? И вот под этим названием у нас и ходят сегодня троцкисты, например. Потому что троцкисты называют марксистом. А вот человек, который прошел дальше за Лениным, он называет себя ленинцем. Ленинцев мало, троцкистов много. Они все называют марксистами. Знаете хоть одного троцкиста, который не говорил, что он марксист? Я не знаю таких. А кто такие марксисты? Марксисты, ленинцы тогда? Если троцкисты, это марксисты, а ленинцы... А ленинцы включают в себя марксизм. Ленинизм включает в себя марксизм. Это современный марксизм. Ленинизм. Это современный марксизм, причем марксизм эпохи пролетарской революции и монополистического капитализма. Вот что такое ленинизм. Это не что-то, так сказать, что человек написал Ленин. Первая работа здесь. Да. А вот у товарища в руках, у него вообще империализм, какой же стадии капитализма. Есть. Который вот сейчас вовсю издают, посмотрите, какая интересная. Вот книга, кстати, очень интересно издана. Все, и будет подпись. Туров марксист. Ленинец. Ленинец. Это же ленинская работа. И это очень строго держится. Посмотрите, как все. Все троцкисты, они марксисты. Причем это после того, когда Ленин объяснил, что не может быть революции одновременно во всех передовых странах. Или важнейших передовых странах. Почему не может? Потому что изменился капитализм, он стал империализмом. Значит, появились монополии и отсталые страны, которые являются периферией. И поэтому не может одновременно победить революция во всех странах. И таких работ, где это Ленин написал, их очень мало. Тот, кто не читает подряд Ленина, он их, может, и не знает. Почему? Потому что они не на слуху, и никто не гремит. А в каких работах Ленин это сказал? Нет, там ничего нет. О лозунге в Соединенных Штатах Европы. Вот, видите, у нас есть и военная программа, и паралитарская революция. Больше нигде. Это я могу подтвердить, как прочитавший полностью собрание сочинений. Больше нигде. То есть это такой важный вопрос, но он имеется, его обоснование в двух работах. Небольших. И что о лозунге в Соединенных Штатах Европы, уже тут надо видеть это вот различие, противоречие империализма. Поэтому уже никак не может получиться, что вот сразу вспыхнет революция во всех передовых странах. Это проехали. Такого не может быть. А в военной программе паралитарской революции еще и говорится, почему так и называется. Что, а после того, как появится социалистическое государство, на него набросится эта империалистическая бурразия. И поэтому он готовится, должен всеми силами сопротивляться. И вот поскольку руководил все-таки Россией человек, который разбирался и в диалектике, и в империализме, то вот эту войну многих-многих государств против Советской России, Советская Россия и выиграла. Потому что надо было учесть все эти самые противоречия и использовать возможности, какие были. В том числе, вы, наверное, знаете, в чем был смысл седьмого съезда РКПБ, РСДРП. Смысл седьмого съезда был в том, чтобы решить вопрос об резком мире. Ленин говорил, вот у нас есть революция, вот она появилась, ребенок у нас есть, живой. А есть такие люди, как Троцкий, и их многие поддерживают. Там очень сильная борьба была на седьмом съезде, вот можете почитать стенограмму. Которые хотят бросить эту самую вот, родившуюся социалистического ребенка в пожар мировой революции. Мы на радость всем лужоям мировой пожар раздуем. И не было бы тогда этого социализма. И интересно, вот там позиция. Ну, это неудивительно, что Бухарин во главе этого, и Троцкий во главе этого. Троцкий вообще тормозил, не подписал мир, несмотря на указания председателя правительства Ленина. Он не подписал. И поэтому, раз он не подписал, отказывался подписывать. Собрали седьмой съезд. И там выступала группа Бухарина, вот они, революционеры. А Бухарин, про него Ленин в последних своих письмах писал, что у Троцкого не большевизм. А Бухарин никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Вот это он хочет. Обратите внимание, о чем идет речь в последнем письме, обращенном в Центральный комитет. Никогда не понимал вполне диалектики. Его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. А вот там очень интересное было выступление на съезде седьмом Дзержинского. А он у нас же рыцарь революции, да? Он выступал так. Я вообще-то согласен с Бухариным. Надо вести революционную войну. Человек вот свою жизнь готов отдать за революцию, а одновременно еще много жизней будет отдано, и все сгорит в этом пожаре. И Ленин вот с такими людьми вел борьбу. И с такими, которые вообще ушли в этом смысле от марксизма, или которые не хотели понимать, или не знали, и не осознали еще, что мы находимся в условиях империализма. Но и вот даже Дзержинский здесь дрогнул, а больше я другого такого случая не знаю, где бы он отступил от ленинской позиции. Но он не совсем отступил. Он сказал, что я вообще-то согласен с Бухариным, но голосовать буду за предложение Ленина подписать мир. Почему? Потому что я уверен, что без Ленина, Ленин сказал, что он тогда уходит из ЦК и обращается к партии, если мы примем такое решение. А я думаю, что без Ленина мы не справимся. А раз без Ленина мы не справимся, я буду голосовать за предложение Ленина. Вот такой интересный у него позиция. И является позиция. У Дзержинский. Диалектик. А? Диалектик. Диалектик, да. Очень трудно, так сказать, забыть такое. Я вообще, когда прочитал, я был удивлен. И эти детали, в общем, не знают. Я думаю, что тот, кто хочет изучать такие вопросы, я очень рекомендовал бы брать не решение, потому что в решениях съездов, скажем, есть КПСС, а в решениях и резолюциях съездов. Там вы все решения можете прочитать, но это невозможно ни запомнить, ни осознать. Потому что откуда, почему так. А надо брать результат вместе с процессом, правильно? К этому у нас учат диалектика. А если вы берете стенограмму, там вы видите, кто был против, кто был за, какая шла борьба. И тогда вы это можете запомнить. Потому что, я не знаю, у кого есть очень сильная какая-то механическая память, но она там по тому и называется механической, что она как у болванчиков, которые там крутят, а он там выговаривает какие-то слова. Так и здесь. У нас таких вот людей, которые запоминали всякие резолюции, решения и так далее, а не понимали их смысла, очень мало. Тем более, вот скажем, по вопросу о том, что в новой этой самой социалистической стране после революции придется встать перед всем миром с вооруженной силой, написано. А если с вооруженной силой, значит, надо было готовиться. И тут же было мало того, что гражданская война, еще с Польшей же была война. Еще Польша не сгиняла, Польска не сгиняла. Она и сейчас готова пойти в бой. Но остерегается. Вот такая интересная вещь. Такая интересная вещь. И получилось так, что мы, так сказать, не ожидали таких результатов. Мы просто, так сказать, считали, что нужно действовать правильно, изучать, последовательно, внимательно. Потом, как Ленин писал, «Я вообще-то науку и логики штудирую». А что такое штудировать? Товарищ Турок, что такое штудировать? Регулярно изучают? Не только регулярно. Это значит внимательно, еще раз вернуться, еще раз обдумать и так далее. Штудировать. То есть такое немецкое, так сказать, это слово, оно так и раскрывается, что не просто прочитать и запомнить, а изучить, изучить досконально. Вот это называется. Если вы один раз прочитали, это никак штудированием не назовешь. Спросите меня, сколько я прочитал, я тоже не назову. Потому что я столько раз уже читал, что, так сказать, как-то, ну, по крайней мере, если это брать, если брать просто целиком, так я читал несколько раз и науку и логики, но я, кроме всяких местах, уже там на десятки перешел. Или при подготовке к кружку я и так прочитаю, и так прочитаю, потому что это все равно трудно излагать. А надо же понятно изложить? Это дело. Вот такой интересный получается у нас результат рассмотрения. И на этом фоне того, что мы открыли с вами, на этом фоне интересная получается картина. все эти досужие разговоры о том, что все, вот Гегель идеалист, надо вот его перевернуть, надо самим перевернуться тем, который это говорит, и заняться изучением диалектики. А они занимаются болтовней вместо диалектики. Они пытаются, не читая, не читая Ленина, стать ленинцами, не читая Маркса, стать марксистами, и не читая диалектики, стать диалектиками, не читая науки логики. Ленин об этом однозначно говорил. Нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв, не проштузировав всей логики Гегеля, всей логики Гегеля. Ну где у нас, и кто у нас занимается штузированием всей логики Гегеля? Одно время в интернете болтались какие-то выступления по этому поводу, но на фоне вот того, чем мы с вами занимаемся, они когда-то вообще пропали. Потому что там никто не штудирует. Вот кто-то взял и прочитал лекцию. Хорошо. Потом другой появился раз и прочитал лекцию. А тут надо штудировать. А что такое штудировать? Немецкое слово штудировать означает не просто прочитать, а изучить, изучать тщательнейшим образом. Вот мы тщательнейшим образом и идем. Во-первых, за нами никто не гонится. Никто за нами не гонится, мы ни от кого не убегаем, а мы погружаемся вглубь. Только надо, как Гегель говорит, не вглубь погружаться, а не в смутную глубь. Чтобы она не была смутной, надо над этим работать. И сказки насчет того, что он непонятный, он не непонятный, это сам предмет такой. А вот посмотрите, что получается, раз мы взяли вот эти два этажа, есть сущность и есть видимость. А видимость – это равенство чего с собой? Так и равенство этой самой отрицательного с собой. Равенство сущности с собой. Она отрицательная сущность. Вот равенство сущности с собой выступает здесь как бытие. Правильно? Выполняет роль бытия. Роль бытия выполняет сущность, но только в том случае, когда она равна с собой. Вот тогда это равенство с собой и называется видимостью. Это по видимости. А есть видимость, а есть сущность. Только видимость тоже сущность. Это сущность как видимость. Как она проявляет себя? Как равенство отрицательного с собой. И не так, что два отрицания дают утверждение, что одно против другого. А просто равенство отрицательного с собой означает, что это вот отрицательное здесь является положительным. Оно же есть? Есть. Равенство есть их? Есть. Ну, раз есть равенство, вот это равенство отрицательного с собой. Вот какой вид имеет здесь, как это говорится у Гегеля, остаток бытия. Какой остаток бытия? Но уже не может быть, чтобы здесь была одна категория. Отсюда, и вот последнее, на чем мы остановимся, это то, что сразу за этим появляются такие категории, которые везде нужны. Категории дождества и различий. А у нас какие категории входят? Равенство и неравенство. Вот как в математике учат, а равно. Нету такого А, которое было бы равно другому А. Нету. В природе нету. Почему? Одно слева, а другое справа. Одно так написано, другое так. И как бы вы, чтобы не брали, даже как специальный будете делать штамп такой, чтобы там и там, у вас никогда не будет одинаково. Или даже нынешняя, скажем, аппаратура, которая со спутников, вам сразу даст координаты этой пятерки и вот этой пятерки. Пятерки слева и пятерки справа. У них разные координаты. Они не равны. Они не равны, поэтому не надо думать, что тождество – это равенство. Это неверно совершенно. Это равенство – это дело чисто математическое. Вот там равенство, да. Хотя уже в школе вдруг появилась конгруентность. Уже никогда я учился, сейчас вот мучить детей. Конгруентность. Что-то ужасно. ругают. Да, ругают. У нас в школе было одно такое понятие. Какое? Конгруентность. Ну да, я еще в мрачные годы тоталитаризма жил, и культа личности, поэтому у нас в школе не было. Конгруентность. Я-то еще закончил пять лет математико-механического факультета, а все доказательство от противного состоит в том, что если, так сказать, вы считаете, что это вот не равно, то тогда мы должны прийти к противоречию. А если пришли где-то вы к противоречию, все. Хотя на самом деле вот есть такое понятие, как мощность множества. Мощность. Но это не скажет, что мощность множества – это количество точек, потому что точек бесконечно много. Хоть в отрезке 0,1, хоть на все оси. От минус бесконечности до плюс бесконечности. И минус бесконечности и плюс бесконечности – это не числа. Таких чисел нет в природе. И в математике их нет. И они только лизотворяют, что туда можете идти. Бесконечно. И туда можете идти бесконечно. И вот есть такое понятие мощность множества. То есть если вам удается установить, скажем, взаимнооднозначное соответствие между вот этой линией и, скажем, всей числовой прямой, то это вот, они по мощности равны. И есть теория чисел. Есть такая вот, большая книга была, теория чисел, в которой доказывалось, что мощность отрезка 0,1 такая же, как всей числовой оси. Это значит, что отрезок 0,1 можно установить взаимнооднозначное соответствие между точками отрезка 0,1 и точками всей оси. И, кроме того, нет соседних точек напрямой. Сколько между двумя соседними точками, неважно на каком расстоянии, полсантиметра, треть сантиметра, одна тысяча сантиметра, сколько точек? Бесконечно много. Это вот теория чисел, которая этим занимается. Тем, что происходит на числовой оси. Никуда не выходят, они только вот всю свою жизнь, только они изучают, что происходит на этой самым. Числовой оси. Теория чисел. Вот такая книжка есть нашего декана и еще одного товарища. Декана математика-механического факультета. Но люди думают, что бесконечно – это очень много. Это не очень много, это бесконечно много. А бесконечно много не выражается никаким числом. Это не числа. Они так вот рисуются, как упавшие. Это знаки. Да, знаки. И там минус бесконечности, там плюс бесконечности. И все. Вот. Так вот, с этой точкой зрения, когда мы думаем о ликвидации социального неравенства, и когда эта задача в великом почине поставлена Ленину, что нужно сделать? Приближаться можно бесконечно к равенству. Правильно? Вот. Теперь во всех отношениях равенства не будет между людьми. А равенство может по положению производства. По отношению к производству. По условиям. И по условиям жизни. И это дело очень долгое. А тут вам говорят, через 10 лет вам будет коммунизм. Ну, а полный коммунизм будет через 20 лет. Так полный коммунизм у нас был уже с 36-го года. Это же коммунизм. Нишефа. А что туда будет через 10 лет? И, наконец, а через 20 лет. И вот огромная страна, в которой столько народу учились, изучали. даже фильм был у нас. Фильмы были про Ленина. А потом был фильм «Наш Никита Сергеевич». Я смотрел его. Да. в Парке Победы был такой павильончик, и там вот показывали «Наш Никита Сергеевич». Верный Ленинец. И придуманный, выдуманный культ личности. Потому что выяснилось, что у культ личности за всю историю человечества был один. Только Сталин. У него был культ личности. А этот, кто-то один, хоть человек был другой у культ личности. Не было. Не было. Не зафиксировано. Вот. То есть, то есть, хрущевская плеяда этих людей, безграмотных мерзавцев, она подняла в то же время Салину на необыкновенную высоту. Он, так сказать, такой, какого не было. Он, на самом деле, такого человека не было, потому, сколько он мог решить, или под его руководством было решено задача. И выиграли такую страшную войну, борьбу с фашизмом. И построили социализм. Ну, а больше требовать от человека, что вы еще хотите. Все вам Сталин, Сталин должен на блюдечке золотой каемочкой принести. Должен был быть бессмертным, если он такой. А он взял, умер, всех бросил. Да. Кинул. Кинул после. Да. Кинул. Нет же ему жить хотя бы лет пятьсот, шестьсот, пока мы не дойдем с этого будущего. И вот, а не является ли разоблачением культа личности созданием культа личности Сталина? Нет. Ну, как нет? Ну, раз о нем говорят столько много, что все из-за него. Если он мог вообще что-то остановить, такую могучую силу и обладал, что один человек мог остановить движение всей страны. все, которые хотели, стремились только к этим, к обогащению, вот, которые сегодня повылазили, вот он им всем противостоял. А это уже репрессии. Да, это репрессии, да. То есть я хочу сказать, что вот то, что мы, о чем мы сегодня говорили, это такое сложное место в науке логики. Сложное, потому что здесь вот вот эти два уровня, когда мы берем сущность и видимость. А видимость, она как бы получается утвердительная, как видимость сущности. Ну, раз она сама себе равна, то она опять как положительная выступает, но лишь как видимость. Положительная лишь как видимость, а сущность как отрицательная. То есть вот это надо видеть, что тут двоение уже налицо. И никогда не бывает, нет никакого равенства, никогда, и не будет никогда равенства всего. Хотя вот Гегель тут про Лейбница рассказывает, как Лейбница при дворе одном читал лекцию по философии, а когда он объяснил, что нету двух одинаковых листьев, то это очень удивило. Придворных дам, они пошли проверять на ближайших кустах, искать эти листья, и действительно они могли найти абсолютно одинаковых два листочка. Они бы не могли и дальше, если бы они этим не занимались, но ведь листочки-то растут, то есть они на самом деле подчиняются другому закону, что они каждый раз и равны, и не равны. Если бы они были только равны, значит остановилось бы развитие растения. Так, ну вот, товарищи, что можно сказать об этом в соответствии с нашим намерением вот этот вопрос о материалистическом науке и логике Гегель разобрать. И по мере того, как мы его разбираем, выясняется, что особенно-то нам не надо стараться биться над материалистическим истолкованием, а больше надо двигаться вперёд в плане изучения, выведения из одной категории другой. Вот если вы умеете его вводить, то будет хорошо. И тогда вы увидите, что там вот какой-то есть перебой в учении о понятии, потому что вдруг раз и начинают какое-то понятие рассматривать, а потом, потом вроде тоже, дальше логично снова есть цель телеологии, телеологии, это знание о цели. Есть средства, и вот вы это средство берёте, вы преобразовываете мир с помощью этого средства, а дальше новые цели, и дальше опять всё хорошо. Тут ничего, тут даже, можно сказать, диалектический материализм, даже исторический можно так описывать, то есть преобразование мира, постановка цели и так далее. И там же Гегель говорит, что плуг почти не тех зёрен, которые с помощью этого плуга достаются. Это уже вообще положение, можно сказать, исторического материализма. Средства производства выше, чем вот эти предметы потребления. В том смысле, что средства производства позволяют вам многократно получать эти самые продукты. А если вы съели пшеницу, то этой пшенице конец. Так, кто есть, у кого есть желание высказаться? 26 числа, следующие занятия. 26 марта, дружок. Так, на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok